Чтобы сделать мягкую игрушку своими руками, нужны нитки, иголка, кусочки ткани. Выкройку можете найти в интернете. Можно взять, распороть старую игрушку, можно та, которая именно староиспользованная игрушка, а можно воспользоваться литературой. Важно хорошо организовать пространство, наточить ножницы, взять острую иглу и положить рядом все, что нужно. У нас однажды ребенку был необходим нужный кусочек ткани, нужен именно необходимый оттенок определенный. И он нашел его на подоле маминой юбки. Итак, начинаем. Елена Николаевна раздает полезные советы. Сейчас, смотри, берем тесьму, тесьму, иголку поставили, и мерим, какое нужно количество для того, чтобы сделать шарф. Уши будешь вот так закреплять, нет? Да. Если будешь, можно ниткой связать их просто, они будут вот так торчать. Так, немного передохнем, дадим ребятам погордиться успехами. Я шел три игрушки. Вот белка, носок и медведя. Труднее было медведя, он был очень большой. Я обшиваю кошку такой вот ниткой пушистой, чтобы закрыть все неровные швы. Я шил с первого класса. Я в первый раз, когда увидел, мне стало интересно тут. Лейла делает игрушку методом сухого валяния. Кусок синтепона протыкает иголкой. Если тыкать, допустим, на одном месте много раз иголкой, тогда получается углубление там для класса или еще для чего-нибудь. Для новичков есть специальные наборы. Там и весь материал присутствует, и инструкция прилагается. Не бойтесь открывать в себе новые таланты.